В России за год вырос размер ипотечного кредита. Граждане стали брать у банков в долг на покупку недвижимости сумму на 25% больше, чем в 2020. Банк России подсчитал, если в декабре 2020 года средний размер ипотечного кредита составлял 2 миллиона 63 тысяч рублей, то к концу декабря 2021 года сумма возросла до 3 миллионов 28 тысяч рублей. Среди 30 регионов, где берут больше всего ипотечных кредитов, самый высокий рост показателя зарегистрирован в Краснодарском крае – 32%. Также в лидерах Ставрополье – Омск, Питер и Москва. Самара расположилась на 12-м месте с приростом среднего ипотечного займа в 18% и средней суммой в 2 миллиона 16 тысяч рублей. Действительно произошло увеличение среднего чека по ипотечному кредиту. Если в 2020 году средний чек составлял примерно 1 миллион 900 тысяч, то в 2021 году средний чек уже 2 миллиона 400, то есть рост на примерно 20%. По итогам 2021 года на территории Самарской области средняя сумма выданного кредита составила 2,2 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим годом рост составил 20%. Повлияло на это множество факторов. Коронавирусное ограничение, высокий уровень инфляции, сказалась и льготная ипотека. На сегодняшний день на рынке очень серьезный диссонанс, когда, например, квартира в новостройке может стоить 3,5 миллиона, которая сдастся через 2 года, полтора. И также ровно за 3 миллиона 700-4 миллиона можно купить, допустим, на просеках квартиру с ремонтом готовую. Поэтому этот диссонанс как раз обусловлен тем, что вот этот срыв людей за льготной ипотекой. По подсчетам Российского бюро кредитных историй, для снижения долговой нагрузки россиянам сейчас приходится брать кредит на более продолжительный срок, чем заемщикам в конце 2020 года. Средний срок кредитования почти достиг 20 лет. Безусловно, все индивидуально. Все зависит от уровня дохода нашего клиента, от цели, на которые он приобретает тот или иной объект недвижимости. В среднем срок варьируется от 10 до 15 лет. При этом я хочу отметить, что несмотря на то, что даже некоторые клиенты будут на более продолжительные сроки ипотечные займы, средний срок выплаты такого кредита варьируется от 5 до 10 лет. В основном клиенты берут ипотечные кредиты, это семьи с детьми, они берут на припустение однокомнатных либо двухкомнатных квартир в крупных строящихся объектах и в жилищных комплексах. Как правило, поровну берут мужчины и женщины, то есть мужчины где-то 55% от наших клиентов, и женщины где-то 45%. Заемщик стремится взять, конечно же, кредит на максимальный срок с минимальным платежом, но при этом, как правило, ипотечные кредиты загашиваются раньше, в течение 5-7 лет. При этом банки отмечают омоложение кредитуемых. В том числе за счет расширения госпрограммы семейной ипотеки выросла доля заемщиков от 23 до 26 лет. Ольга Хомракулова, Максим Гусев. События.